Приветствую вас, и датные мысли, в принципе, именно для вас, они нормальны, потому что вы боитесь бы какой-то причине беременности. Либо у вас есть негативный опыт взаимодействия с родителями. То есть, если родители к вам относились не очень хорошо, то вы, соответственно, не хотите детей просто потому, что вам самой было тяжело. И те негативные переживания, которые у вас ассоциируются с детством, вновь появятся, если вы будете сами матерью. Возможно, вы считаете, что у детей это очень тяжело, очень большая нагрузка, большая ответственность, вы к этому, в принципе, не готовы. И это нормально, это нормально. Сейчас мы действительно не готовы к тому, чтобы быть матерью. Но, можно сказать следующее, что ведь существует очень много способов защиты от нежелательной беременности. И если партнер, если будет партнер, которому вы можете себя верить, и партнер опытный, то никаких проблем с этим у вас не будет. Просто нужно не драпиться с отношениями с партнером, а более тщательно себе его выбирать, чтобы человек был серьезный, осознающий себя, принимающий ответственность того, что он делает, и тогда у вас этот страх постепенно отойдет, если вы будете видеть, что мужчина не делает ничего такого, чего бы вы не хотели, чего бы вы не желали. И тогда при взаимодействии с парнем у вас не будет таких опасений. Но вообще говоря, вы слишком много думаете именно о сексе. Понимаете, такое ощущение, что вы боитесь, что нечто произойдет против вашего желания. А вот это как раз таки неправильно. Потому что ничего не происходит против желания человека, если он не хочет. И поэтому, если молодой человек, с которым вы будете общаться, своим поведением покажет вам, что ему доверять нельзя, и как-то проявит свою ненадежность, то вам совершенно не обязательно с ним общаться, но просто взаимодействовать с мужчиной. Просто испытывать на себе мужское внимание без интима, без, так сказать, близкого контакта. Думаю, можно. И можно без всякого ущерба. Кроме того, именно в интиме можно удовлетворить женщину не обязательно, по крайней мере первый раз, не обязательно классическим способом. Есть и другие способы получить удовольствие. И они как раз таки имеют стопроцентную вероятность того, что в результате нежелательной беременности не будет. То есть тут нужен широкий подход и, самое главное, не задумывая ничего наперед. Общайтесь с мужчинами, изучайте людей, проявляйте себя, заводите знакомства, общайтесь. И если к какому-то из мужчин у вас появится увлечение, просто всегда сохраняйте, заграняйте по возможности ясную голову и общайтесь только с тем человеком, который осознает важность того, что он делает. Потому что, естественно, люди бывают разными, и для некоторых мужчин секс у нас очень мало, и они потом не заботятся о девушках, которые беременеют и даже ребенка не хотят признавать и прочее. Но есть ребята серьезные, которые понимают девочку, уважают ее и никогда не сделают ничего дурного. Поэтому вам нужно просто-напросто более грамотно подбирать себе партнера. Для начала установить критерии отбора этих партнеров и начинать общаться с ними. Но лучше всего общаться с ними через, так сказать, слияние своих интересов. Если вы будете как бы продвигать в жизнь то, что вам нравится, то, что вас устраивает, то, что вам интересно, то, чем вы хотели бы заниматься, то как раз таки это даст вам шанс того, что вы встретите человека близкого вам по духу. И тогда у вас быстрее проявится доверие к нему, и вы быстрее расслабитесь и заходите попробовать такое удовольствие, как человек. При этом доверие поможет вам не бояться того, что может возникнуть негативные какие-то моменты. Я сейчас говорю не только про беременность, а вообще про другие возможные негативные моменты тоже. Тем не менее, если говорить именно про страх, то нелательная беременность это всегда отсутствие контроля. Это всегда беспомощная женщина. То есть вы находитесь во урасте мужчины, вы не способны ничего сделать, и что-то, кто-то где-то когда-то либо вас заставил быть беспомощной, ни на что не влияющей, либо в окружении вас, непосредственно перед вашими глазами или в близких, так сказать, границах люди были беспомощны и от этого страдали. Вы не хотите того же самого. Возможно, вы либо пережили, либо стали свидетелем определенного насилия над другими, и теперь боитесь того же самого. Поверьте мне, человек, который переживает насилие, отчасти всегда виноват в этом сам. Бывает, конечно, что это не так. Не всегда, далеко не всегда, человек лишь сам несет ответственность за то, что с ним случилось, но, тем не менее, очень часто бывает именно так. Потому что человек своими действиями, своей халатностью, своим недоброкачественным отношением к себе, к последствиям, безответственностью, он по сути дела ведет себя к тому, что с ним происходит. И если вы будете грамотно, правильно, неторопливо выбирать себе партнеров, то все у вас будет хорошо. Все у вас будет прекрасно, и бояться будет нечего. Но если какую-то ситуацию вы все еще пережили, то ее будет лучше разобрать в приватном режиме, так, чтобы помочь вам избавиться от этого страха, осознать его и сделать так, чтобы с вами больше такого никогда не повторилось. Думаю, в этом могу помочь я, а могут помочь и другие специалисты, вам нужно только выбрать человека, которому вы доверитесь, и с ним обо всем поговорить. А можно даже не об этом, а можно даже о чем-то другом, но тем не менее поговорить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.